Друзья, дирижабль идет на посадку. Представляешь, что на пикирование пошел? На пикирование офигенно! Здравствуйте, уважаемые любители летных вида спорта! Ни за что не догадаетесь, где мы. Мы на легендарной выставке Фрисдрихаффен. Вот эти павильоны. Я еще сам не знаю, куда идти, но мы там, где раздают счастье. Так, все самолеты, самолеты, самолеты и в очередной момент, раз, планеры. Планеры, конечно, такая экспозиция, понимаешь, что притащили из какого-то музея соседней школы. Дату Раф В. 52-55 год. Вот такой вот планерочек. Одноместный, двухместный, двухместный. Помню я, что инструктор в этом случае сидит сзади, да. Ручка управления одна и впереди. Обучаемый сидит впереди, а сзади сидит инструктор, он выше. И если ему нужно что-то сделать с управлением, он тянется вперед. И над, он над пассажиром, соответственно, тянется вперед. И представь теперь, что пассажиром сидит красивая девушка с большими глазами. Вот. И инструктор тянется, и ненароком задевает что-нибудь. И девушка думает, что-то плохое. И инструктора ходили иногда с синяками определенного типа. Представляете, какая была тяжелая работа в планерах конструкторов. Вот так вот сидеть и летать. Не трогать руками. Классика. Трубка винтурина. Но я хоть рад, что нам сказали в этом году, друзья, что не будет планиров практически совсем. И мы каким-то случайным образом все-таки планиров нашли. Аркос – это такой же, как и мой шляйкер, планер 20-метрового класса. Вот здесь в данном случае только если у меня самовзлетный двигатель, здесь долетный двигатель, турбинка такая, дррррр, которая рычит и летит. Ну, если это вся планерная экспозиция, конечно, то я, увы, разочарован в выставке. В планерном смысле. Похоже, мы забрели в зал, в котором доминирует гибридные летательные аппараты может быть здесь мы встретим как раз нашего моего друга клаусу ольмана с его планером тоже гибридным здесь очень много концептов я так понимаю такая вот штуковина должна видимо сначала взлетать вертикально потом с людьми лететь куда-нибудь или это вообще беспилотник какой-нибудь что это вообще такое пока не знаю наверное экспериментальный какой-то образец выглядит футуристично в любом случае это очень круто и так какой-то планер давайте посмотрим что это один из интереснейших планеров это гибридный вариант антареса этот антарес уже летает но это вообще-то обычный 20-метровый антарес и получилось так что клаус его облетал его сделали здесь находится пропеллер впереди двигатель вес соответственно эта штука может взлетать сама в крыле расположены батареи там расположен генератор который позволяет каким-то количеством топливом пролетает бесконечное количество километров эта штука может лететь час на 6 литрах топлива вот такой потрясающий проект клаус планирует поставить на нем огромное количество рекордов вам пара-бам 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 уже написано гибридный гибрид плейн ну это классическая система фес соответственно а сзади так понимаю то что будет делать это гибридом судя по воздушному фильтру это двигатель внутреннего сгорания и генератор этот зелененький и вот соответственно клеймы которые идут туда на нос okay so the concept is uh to have a hybrid hybrid plane so have we have batteries in the wing and range extender in the back and because this compartment is full then we have put the propeller on the nose so we have to yeah we have to reconfigure the plane uh to fly with that concept and how much range so with the batteries we have a range about uh 400 kilometers only with batteries and with the range extender it depends from the amount of fuel you have with you so each each six liters it's one and a half and a half hours more uh what's the engine and the engine is in wanker wanker out of range or another no it's uh it's an exo it's from from racing car racing sports how do you plan to cool the engine it is water cooled and you see here on the on the plate the silver silver thing on the on the left side it's the part of this cover here will be will be replaced by this cooler ah surface cooling great idea electric engine itself is in the nose in the nose yeah and i'm very happy that we that we are allowed to fly now with that so first flight was last week so okay i'll show you if you want to have that video for your blog so i say for the normal glider pilot you don't need this extender so yeah records records yeah yeah because you know if we use two batteries this this one here and this in the wing it's it's more than 400 kilometers yeah and it's still a glider so it's a lot yeah друзья мой учитель klaus olman klaus i'm happy to see you in this place can you speak about uh what 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 is here what we have here we have the the stand here uh with the e-genius which is a an electric plane i flew long time ago so 10 years ago i flew in pure electric version with battery driven and now it has a smart motor you can see the smart motor here and as a hybrid system there's still the electric propulsion in the tail and you have this this uh 23 kilo motor behind and the diesel motor inside of the fuselage and the diesel motor only serves as a generator with the electric motor in order to not only to charge the batteries but all the planes so that is from my opinion still the most uh the best uh electric plane of the world it was built 12 years ago from students from the institute for flugzeugbau in germany university of stuttgart and i i am happy to fly this thing so uh pure battery we could fly 500 kilometers and now with the hybrid systems we flew last week we flew 500 kilometers out and return with a speed of 207 kilometers per hour and the next day we flew uh 1000 kilometers with 170 kilometers per hour with 36 liters of fuel so that's really if you look for this speed if you take a conventional plane uh you will have much more consumption than that and so i'm fun so we will make at least 10 verticals next time uh with this plane because we can change one battery that we have still 120 kilos of batteries inside and we can take one pack of batteries outside and we have 60 kilos uh less and we can replace it by 80 80 liters of fuel and then we will make 2000 kilometers probably 3000 kilometers and we can fly faster uh in the future they will change probably the motor because the we have the limiting factor actually is that the on the tail the motor uh is a little bit heating up so when we make too much power so we we can more from the from the range extender but the motor is getting too hot and then we have to reduce and uh but there we will have probably a new motor which has less problems with temperature and then probably you can fly 240 kilometers per hour with a very low consumption of course the faster we fly the more energy we need but these 207 kilometers per hour we used eight liters per hour that's okay and i have to do that i want to make for the publicity for renewable energies for less consumption and of course if you look it looks a little bit like a glider so i'm coming from the glider world the glider has gliders have the most efficient airframes of all planes glider is the best yes друзья но это фантастика вот эта штуковина как это выглядит и это сделали студенты друзья в убузе в институте вместо того чтобы прогуливать лекции ну или для того чтобы прогуливать лекции ребята занимаются такими штуками то есть это действительно проект какого-то там университета реальные там с выделением естественно средств на это государством а это огромный список спонсоров которые помогают делать летательный аппарат видите кстати да что пленочка тут все такое уже аппарату то не один годик ну постоянно модернизируют это по сути летающая лаборатория на которой отлаживаются отлаживают новые технологии вот такая штука потрясающая вы слышали что легендарный клаус ольман рассказал про это вообще студенческий проект университета штутгарда смотрите что это уже за текущая генерация как это на картинке не просто и это реально летающий не прототип а реально летающий аппарат попробую потом провести здесь чуть побольше времени но пока вы просто убедились увидели что вот электрический гибридный самолет планер все что вместе и менее интересный проект делает сам каус он переделывает штеммия в гибридную версию и сейчас он все расскажет об этом это потрясающая тоже история so just of course what i learned with the ingenious there were that 10 years friction with the knowledge of the engineers of stuttgart had some results in my brain so as i'm not always as it's not always available they have different projects for students and so on and in this case i wanted to have a hybrid system as well as my stemmer what we did we made the fuselage we made it more like this or normally it stops here and there is the spinner and we have here the motor system as you can see there are this is a mrax 228 motor with a power which we can start with 80 kilowatt and we have two electronics to steer the motor so we have a redundant system and this is actually only a fixed propeller that we will use a high efficient uh fixed propeller and but in later i i think it makes like a phase system fs system and the idea is probably at first we will fly with batteries and then we have an industrial motor which will work with this electric generator so it's very light i think all the generator set will be below 40 kilos and so it's it's an industrial motor which does not have too much oil consumption and is six liters per hour so with six liters per hour we have 26 kilowatt and that is enough to fly in horizontal flight probably 150 160 kilometers probably a little faster we will try that and so i want to fly around the world with that in the future that's the idea and i think my engineer of course i do i don't it will not do it myself i have a very good engineer with all the knowledge we need so one problem could be the paperwork i think the to fly the this thing would be the easiest way uh but the paper could be much longer and more difficult uh so we will see we will see how that works yeah thank you very much okay my teacher is my teacher the best pilot in the world really okay so i present carl pickan that is my engineer that is the head of all i have the stupid ideas and he had to realize it so carl tell us a little bit about your system i i explained how it works uh so we met us in grenchen on a symposium electric symposium and uh he held a presentation a presentation about e-flight and how it worked and i i really was amazed what he told you know i had the impression there's really somebody who knows what he's speaking about it's not always like me and then after that i asked him could you imagine to build this in a stemmer that's what i wanted always to do it in the stem and all yes i spoke a lot yes i'm so as claus said i like ambitious projects and similar like claus he in the glider area i'm in technology so i have seen the opportunities what you can realize with such a uh glider like the stemmer that it is a best uh base for an electric electrified uh aircraft so we have the plan to realize other records in terms of electric flight in terms of uh speed in terms of uh the range so we uh will integrate here also a range extender in that uh stemmer and the big benefit and let me say the advantage of that project is that we can use the most one of or the most efficient glider for uh or two-seater for uh for electric uh aircraft so we use the best technology and yeah you should wait for uh let me say the next record okay i won't fly on this machine it's wonderful thank you very much it's dreams in reality yes you can't be together with me друзья мне везет встречаться с лучшими людьми на планете hey please make a photo also for you such a famous guy друзья нам в очередной раз не сказано повезло потому что смотрите какую штуку и обнаружил на то есть мы дошли до рая это вот реальный кусок выставки который называется рай парадайз потому что это до дискусс фез это совершенно почему объясню почему это потрясающая штука дело в том что до дискусс мне очень понравился в свое время мне на дал на нем полетать дмитрий тимошенко когда я был еще жить совершенно таким который еле-еле еще летал на одноместном планере мы ждали двухместный всегда что меня немножко потревожило в дуо ну и например когда я летал однажды вот когда глаз меня взял в хитрый полет мы застряли на одной горе я был на чужом планере стоящим кучу денег и мне нужно было подыскивать площадку приземлять такого красавца на площадку с риском для его жизни моя то ладно пропадай и у него не было такого моторчика у него был моторчик сзади но не работал бы сломан вид но вот это совершенно изумительная технология потому что вам нужно нажать всего лишь одну кнопку одна кнопка винт завращался это одна секунда то есть нужно всего лишь вот этот тумблер взвести щелк и повернуть ручку на вот этой вот системе и все все работает все крутится мгновенно у нас есть тяга ничего не надо прогревать никакого бензина никакого шума никакой пыли вот там сзади находится отсек где находится несколько аккумуляторов аккумуляторы вот вот в таких коробочках несгораемых и все одна батарейка вторая батарейка все красиво соединено места много класть удобно вот это все позволяет планеру летать около часа на батарейках просто надежно красиво и я с гордостью представляю вам инженера трюку который изобретает этой системы я хочу видеть вас, потому что вы очень хороший инженер и вы делаете мечты мечты много пилотов и я не понимаю только один почему я не даю возможность что это это все чаще с учебной задачей, мы очень хороших мгновенно вспомнить и почему? почему? это все сачается в список помне и успоко, то есть какие-то новые мгновения очень удобно сейчас это возможно так, но не просто так. Но даже когда мы попросили для сертификации ЛАГ-17Б в 2010, мы ждали четыре года, чтобы получить кондиционеры. Таким образом, как бы сертификации электричества на глидеры. Таким образом, мы получили пять лет, чтобы получить сертификацию первого феста на ЛАГ-17Б. Это просто вопрос вопроса ответственности. Кто, в конце концов, его signature. Если что-то ошибка, кто ответит? Я думаю, что это основная вопрос. Таким образом, в Европе глидеры воспринимаются как большие коммерциальные jets, как большая генеральная авиация. И это как это происходит. Но ты делаешь большую работу, потому что это безопасность. Это очень хорошая технология. Это мой меч. Да. Я думаю, что это лучшая электрическая технология сейчас. Потому что это очень легко. Основное дело, что эта технология очень легко использовать. Да. Нет возможности, чтобы сделать ошибку. Да. Мы пытались сделать это так. Это было довольно долгое место. И мы сейчас находимся. Так. Так. У нас есть. У нас есть хорошая поддержка. И сейчас мы с инструментами. И сейчас мы с инструментами. И очень много коммерцией. И это уникали. И от других компаний. и потом Шемпхерт, которые рекомендают потенциал этого системы. Сейчас мы обеспечиваем практически все глидеры производители. У нас есть фесты на почти 15 или 20 глидерных типов. Мы продавили более чем 300 фесты, и у нас есть счастливые клиенты. Это очень вкусно. А это список планировок, которые летают на системе вот этой FES. Можете посмотреть, что их достаточно много. Начало с 2009 года, первым был LAK 17A FES, и дальше… Вот так вот. И начиналось все с красивой идеи очень грамотного инженера. И дошло вон до такого красавца двухместного. Супер. 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 Гениальное решение. Вот отлично. Супер. 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 Посмотрите, какая потрясающая штука. Совершенно непотребная вещь. Вот одна кабина от Stemme. Дальше огромный двигатель. И вот вторая кабина от Stemme. Вот это вот все размахом неизвестно сколько метров сделано для того, чтобы исследовать, я так понимаю, топливные ячейки. В общем, что же какой-то гибрид. И мало того, этот гибрид реально летает. Посмотрите, вот видео. Эта штука, вот она. Она летает. То есть, не просто вот стоит что-то. Не знаю, сколько человек сидит в каждой кабине. Наверное, по одному пилоту. Но очень интересная штука. Надо будет про нее больше почитать. Здесь есть все необходимые данные. Кому будет интересно, может зайти на их сайт. Вот такой вот. И почитать. Как же это работает? Да. В принципе, у нас там топливый элемент, да? Да. У нас четыре стоят их. Ячейки? Угу. И по 10 киловатт один. То есть, 40 киловатт получается. И еще аккумулятор стоит. Тоже на мощность 50 киловатт. И батарея... Ой, аккумулятор именно для take-off. Да, для взлета, чтобы ячейки работают, одновременно работают. Отлично. А если на полете просто хватает... Да, мощности. Элементов. И так вот, у нас около 7-8 килограмм водорода с собой. Приблизительно 700 километров, наверное, хватит. Ого. А, то есть, по идее, четыре человека летит или это просто две кабины? Четыре человека летит. Ну, в принципе, у нас только эксперименты сейчас делаем. И два пилота, и все. А с другой стороны, там, ну, всякая обстановка для компьютера и все. Ну, понятно, понятно, да. Ну, потрясающая штука. Я когда увидел, я глазам своими не поверил, что он стоит на выставке. Я думаю, ну, подошли. Вообще этот зал самый интересный. Да. Вот. То есть, потрясающий. Я сам на плане летаю, поэтому для меня это все очень близко. А вы с этими ребятами встретились? Да, да. Мой учитель Клаус Ольман, он тоже тут сегодня был. Да, ну? Да, да. Мы с ним на одном аэродроме летаем. На юге Франции? Да. Аэродром ЛФТМ. Я вот недавно, вчера увидел. Такая документация. Вот. А канал Мечта летать называется. Ага. Ну, так что, если наберете, найдете точно, там много видео как раз оттуда. Вот. А вы работаете. Да. Ну, очень приятно было познакомиться. Вот. Спасибо вам большое за информацию и отдыхайте. Вы сегодня точно заболтали. Это, видимо, в очках виртуальной реальности дают возможность полетать на такой штуке. H2 Fly. Да. Блин, надо сесть попробовать. Надо уговорить дать мне полетать. Вот таких очках я ни разу еще не летал. Интересно будет. Итак, очередное электрическое чудо. Интересный двухбалочный аппарат. Стоит складной винт, складывающийся по потоку. И это одноместный летательный аппарат. Вполне интересный такой компоновочки. Почему так? Ну, видимо, чтобы в винт можно было не попасть в винт. Это очень, кстати, неплохое решение. Так поставить балочки. Не знаю, друзья. Не спрашивайте меня, почему вот именно такой концепт по размещению. Но имеется место быть. Такой вот электрический, я бы так сказал, самолетопланер. Потому что, судя по размаху крыла… Ну, нет, это все-таки не планер. Ну, хотя удлинение достаточно большое. Но, в любом случае, удлинение позволяет уменьшить индуктивное сопротивление, уменьшить электрическое качество летательного аппарата. И вот эта штука летает на электромоторчике. Выглядит тут симпатично. Друзья, это неповеренно место потрясающих встреч. Посмотрите, что я нашел. Я нашел дельтапланы замечательные из своих друзей. Очень приятно вас видеть. Может, что-нибудь расскажете про… Я не очень… Не очень неохота… В смысле, когда у меня берут интервью, я могу стесняться. Стесняться? Да, это нормально. Я сам боюсь, когда… Я просто не ожидал увидеть «Аэрос» на выставке и… Да, мы стараемся, естественно, продолжать производство. Это сейчас очень важно для Украины, для поддержки экономики. Вы хотите хотя бы вам рассказать о продукции? Да, продукцию все знают. Просто о планах, о ситуации, какие у вас планы по производству. Ну, вот мои, допустим… Друзья, просто я в свое время создавал фирму Sky Country. Ну, как? У меня там 4% от всего. И знаком был с фирмой «Аэрос» очень близко. Мы летали вместе. Мы даже капельку конкурировали с точки зрения парапланов. Но я преклоняюсь перед дельтапланами. Это лучшие, наверное, дельтапланы на планете. И, наверное, тележки тоже такие же. И даже делали планер очень интересный. Планер вообще мне дико интересный. Как он? «Алтаус» назывался? «Аллатус» назывался. «Аллатус» – это фирма «Аэрола». У «Аэроса» другой. Он сейчас все еще на стадии прототипа. Да, да. Ну, будем делать. Ну, будет здорово. Мы сейчас продолжаем производство «Аэрос» в Киеве. Слава Богу, ничего не разрушено. Не попало. Мы можем. Люди могут ходить на работу. А это значит, мы не можем их бросать. Там же очень много людей, мужчин до 60. Вот. Поэтому все остается, естественно, в Киеве. А сюда приводится техника только для полетов. Потому что летать невозможно. Вы молодцы, чтобы приехали на эту выставку? Да. Я так понимаю, что это электроэлектрическая… Да, это электрическая. Это классная штука. Вообще. Вау. Сюда винт можно поставить. Мы его сняли, потому что он… Слушайте, эти моторчики нестандартные. Этот блинчик как на параплане используется, так и здесь. Ну да, он просто складной, этот винт. А батарея, соответственно, собственно… Здесь три батареи. Вообще стандартно идет две. Меньше по габаритам немножечко. Батареи немецкие. Ну, не-не-не, я понимаю. Но у нас тоже… Мы электролебедку сейчас тестировали. Там батареи немецкие, китайские. Но саму батарею собирали сами. И там элементы LG, например, там другой. Друзья, я никогда не летал на дельтаплане с мотором. На всем летал, кроме такой штуки. Говорю, на самом деле очень классная штука. Это нанотрайк для одного пилота. Преимущество в том, что, во-первых, управляется… Силой мысли. Да, силой мысли. То есть это не такая тяжелая техника, как двухместный мотор дельтаплан. Вот. На нем можно даже парить. Особенно в вечерних термиках. Ну, просто шикарно. Спокойная погода. Нас набираешь без мотора. Мотор выключаешь. Винт складывается. И убираются колеса. Это вот… Убираются? Да. Вот здесь вот есть рычажочки. Ну, сейчас… Надень, но убирать мы не будем. Да я его не буду убирать. Тянете за рычажочек. Ага. И крыло складывается. Вау. Там защелкивается, когда нужно сесть. Здесь вот ручечка. За нее дергаете. Удавите с двух сторон. И колеса снова готовы к посадке. Ну, потрясающе. То есть вот… Вот действительно, друзья, пожалуйста, мечта. Мотор дельтаплан с моторчиком электрическим. Те, кто боится парапланов, и мне всегда пишут, что Волков, ваши парапланы все время складываются. Ага. Вот, пожалуйста, вещь, которая не складывается. И тоже электрическая, и на тележке. Ой, класс. Да, в воздухе не складывается. Зато на земле… Зато на земле… Вся тележка складывается в… Довольно-таки небольших габаритов такую упаковку. Мотор отдельно, тележка отдельно. И все это можно засунуть практически в любую машину. Крыло на крышу. Не поехали летать. Да, 6-метровый пакет. Мечта. Да. Отлично. А вот эта штуковина… А, ну это классическая. Это… Да, это классический мотор по линии. Вот. Но тоже получается на трайк. То есть я так понимаю, что на трайке очень популярными стали. Потому что у меня есть друг Саша Письман, который тоже летает. Да, да. И он очень хвалил. Говорит, волков на трайк – это вообще такая штука, которую прямо ты должен такой полюбить. Ну я не пробовал, но… Ну выглядит тоже весьма компактненько. Да. Здесь другое крыло – это Fox Tail. Ну я в этом… У нас их… Как свинела на наших… Целая куча разных крыльев. Это вообще как конструктор такой. Выбирайте себе телегу, мотор, крыло. Все это можно компоновать всячески. То есть на любой вкус и цвет. Друзья, я был… Вот реально один из хороших событий дня. Счастлив встретить на выставке друзей с Украины, с кем я учился в институте. Вообще весь прогрессивный народ, которым реально с 2014 года начали летать намного больше. Это было все видно, и люди сражаются за свою свободу. И это лучшее, что можно сделать, наверное, сейчас. И дай Бог удачи. Добрались мы до моторчиков, друзья, электрических. Вот смотрите блинчики. Вот такой блинчик 15 кВт в пике. Такой блинчик 20 кВт в пике. 20 кВт в пике. А, 20 кВт в продолжительной 30 кВт в пике. Ну вот. Вот если такой блинчик поставить куда-нибудь, то вполне можно летать. Это, наверное, для промотора вполне себе. Это еще веселее штука. 60 кВт в пике. Если на мой планер поставить, он будет летать лучше, чем на Ванкеле. Красота. И к ним всевозможные элементики. Мотор-контроллер. Вот, пожалуйста, готовый контроллер. Конкретно к каждому аппарату надо взять. Вот это я, пожалуй, возьму себе. Листочку. Это интересно. И вот на все, на вот этих вот моторах конкретно летают все эти парамоторы. Вот, мото-дельтапланы электрические. И даже, наверное, вон какой-то планер еще один. Вот оно, смотрите, решение уже собранное. Вот моторчик. Какая-то рамка. Пропеллер. И, по-моему, вот эта штука в таком виде летала. Ну, примерно такой метлой как раз археоптерикс, наверное, оснащен, друзья. Главное, что почти ничего нету. Как вы видите, просто как апельсин. Вот такая летающая метла. Маленькие кулеры охлаждения. Тоже, кстати, контроллер с тепловыми трубками, как у нас на лебедке. Очень хорошо все сделано. Сопутствующие всякие элементы. Как управлять на ручку. И посмотрим, что здесь максимального. Вот как тележка выглядит. Еще одна тележка. Даже с хвостом. Посмотрите, какая тележка. Дельтапланчик с хвостом. И вот интереснейшая штука. Это даже не знаю, как ее назвать. Дельтаплан с кабиной. Крыло все-таки получается дельтапланерное натяжное. Но это уже планер, можно сказать. Да, впечатляет. Складывается пропеллер по потоку. Вот таким красивым незамысловатым образом. Длинное шасси совершенно такое мощное. Я не знаю, там с ноги он взлетает. Есть там дырочка под пил? Нет, это все-таки уже не дельтаплан. Интересная штука, друзья. Вот это вот прям процессовое изготовление, как вы видите. Продувочки всякие. Ну, интересное решение, интересное. Я не уверен, что это чем-то лучше планера. С точки зрения, что вот это надувное крыло. То есть, вот не очень я понимаю, зачем. То есть, наверное, за тем, чтобы это складывалось в какой-нибудь 6-метровый пакет. Убиралось в какой-нибудь гараж-ангар. Может быть, из-за того, что это было бы легким. То есть, ну, не знаю. Ну, вот спорно. Согласись? Или нет? Или ты считаешь, что это прям огонь? Ну, это совсем недоделанное еще какого-то фабриката. Ну, да. Может, оно когда обретет ясность. Но пока я как-то вот в сомнениях. Но выглядит красиво. Я что, винт-то потрогаю? Не соосный? Ну, понятно, да. Сейчас, ну, давай добьем этот зальчик. Самый интересный зал. Очередной летательный аппарат. Знать бы, что это. Это, наверное, какая-нибудь ламба. Мой друг Вайдас полетал на таком планере. Ну, самолете. То есть, это у нас и не самолет, и не планер. Весит это все-таки 600 килограмм достаточно. Батарейки и так далее. Но оно летит уже на электротяге. Может глушить этот мотор. И видите, длина крыла, размах, все остальное. Достаточно большое. И сто процентов позволяют на этой штуковине парить. Винт, как вы видите, флюгируется. То есть, сопротивление у такого винта минимальное. Ну, интересная машинка. Единственная проблема, что все-таки... О, видите, здесь тоже ниточки. Как у нас три ниточки. Чтобы было еще больше информации. Сложность этой машины, друзья, в том, что удлинение у нее большое. И даже когда Клаус Ольман летал, он говорит, что приземлять достаточно сложно. То есть, планер с более длинным хвостом и так далее. Там есть свои нюансы. Но, в общем, он попроще приземляется. Вот действительно, Феникс с вот таким гигантским крылом и относительно коротким фитиляжем, он все-таки более сложен в пилотировании и приземлении. И по отзывам опытных пилотов, нужно трижды подумать о своей квалификации, прежде чем лихо купить такую штуку. Но в некотором роде он потрясающий. То есть, он для обучения, наверное, не годится. А для вот так полетать от души, пофлюгировать винт, вот так вот попарить. То есть, это и самолет, и планер. Ну, как это, плохой планер? Наверное, не очень хороший самолет. Но в то же время все-таки имеет место быть. Качество написано 1 к 32. Наверное, да, наверное, он 1 к 32 выжмет. Возможно. Но все-таки, современному планеру нужно хотя бы 40-50. Поэтому это хороший, но такой достаточно сложный компромисс. Вот какой гигантский моторище. Прям очень большой. Ну, очень большой. Не знаю. Только для наземного использования. Летать на этом пока нельзя. Но, видите, опять все привычное для нас Т-образное оперение. Это гибрид на водороде. Апус И-2 на водороде. Посмотрите. Вот так это должно работать. Такая вот интересная картинка. Где же у него кнопка? Да, не знаю. Я водородную тему пока считаю, да, у нее есть будущее. Но пока ни одного летающего или есть летающие экземпляры водородные. Может и есть. Но вот очередной прототип. И пока он в стадии доводки. Потому что, чтобы это летало на водороде, нужно решить огромную массу задач по тому, как этот водород хранить, как его перерабатывать, как эти ячейки, они греются. В общем, куча всяких проблем. Ну и не знаю. Мне кажется, пока вот эта вся гибридная технология, которую используют, она больше имеет место быть, чем сразу напрямую на водород. Хотя, ну кто его знает, какое будущее наступит, какое будущее выстрелит, да? Вдруг мы сейчас водородную тему критикуем. Ну не критикуем, а сомневаемся в ней. Она на самом деле раз и полетит первая. Ури, где у него кнопка? Вот, друзья, где у него кнопка. Вот здесь водород хранится. Я все думал, где же у него водород? Вот. Видимо, вот здесь баллоны с водородом. Там как в крыле хранятся. Вот это вот огромная балка. Точнее, не огромная балка, это огромный баллон, судя по всему. Вот так он выглядит. Композитный баллон. Совершенно непонятно, что будет, если вдруг этот самолет бах-бах-бах. Это значит, этот баллон бах-бах-бахнет. Ой, не знаю я. Для меня это... Наверное, это все как-то просчитывает, но очень страшно. Опа! А вот и какой-то типа планер. Что это такое? Смотрите, друзья. Планер. Здесь у нас какой-то... Что же это такое? Интересно. Бирдли. Электрический. Да, электрический, смотри-ка. А, у него в хвосте мотор. Вау! Да. Давай посмотрим. Очень интересная, друзья, концепция. У него получается мотор вот здесь. Оп! В хвосте раскладывается пропеллер. Видно, что это еще штука недоделанная в процессе сборки. То есть проект склеен, но еще даже не покрашен. Сам моторчик. Вот он. То есть моторчик, получается, стоит здесь. Охлаждается здесь. Контроллер и так далее. Длинный углепластиковый вал. Это все тащат назад. Что интересно. Размах 13,5 метров. 119 килограмм. То есть это все попытка поместить в класс до 120 килограмм в Европе, который позволяет летать в упрощенной схеме. Где качество? Качество 40. Ну вот. Такого я еще не видел концепта. То есть чтобы вот в таком виде все это компоновалось. Очень интересно. А это у нас СВ-1. Летающее крыло, что ли? Да, смотрите. Летающее крыло. Еще одна версия, друзья. Это уже летающее крыло. Ну тут подпили на все. Но зато видно, как это крыло выглядит. Такая вот капсула. Самого крыла нет. Я так понимаю сделана только середина. Крыло стыкуется, но где оно? Где? Где крыло? Оно ли вообще летает? Прикольная штука тоже. Интересная концепция с винтом. Посмотрим, как полетит. Это старинный планер SG38. Мы уже заканчиваем наш поход по выставке. Электрический очередной мотор. Е-проб пропеллер. Ну так выглядит все солидно. Такой шкаф здоровенный. Это может быть как раз на топливных ячейках, что ли? Осторожно не трогать, бабахнет. Да. Аккумуляторы хорошо знакомы мне. Мы такие же электролебедки планируем на одной из версий батареи использовать. Да, это какой-то концепт. Наверное, водородный, что ли. Потому что, видишь, ячейки какие. Вот такая штука. Full cells, plain и BMS. Ну, будем ждать, когда полетит. Это я даже не знаю, как это назвать. Какое-то саблевидное крыло такое. Уходящая бесконечность. Что это? Не знаю. Смотри, какая штуковина. Да, какой-то чей-то концепт. А вот, смотри, второе крыло. Это, видимо, все-таки полетало. Может быть, бах-бабахнуло где-то. Ну, а это из планера сделали такой тренажер. Вот это, кстати, удачная идея. Взять старый фюзеляж и собрать. Вот, представляете, такой элемент интерьера. Ну, занимает места много, правда. Не так красиво выглядит. Но вполне такой рабочий столик маньяка-летчика. Нашел я все-таки еще один какой-то планер. Мю-31. Что это за Мю-31 такой? Я не знаю. Высокопланчик такой прям ярко выраженный. Мю-31. Посмотрим. 15-метровый. Трым-трым-трым-трым-трым-трым-трым. Качество не пишут. Ну, в общем, высокое. Что здесь преимущество какое у него? Не знаю пока. Да, это настоящий аутентичный планер. С чего все начиналось. Я на таком и летал. Ты что творишь? Друзья, мы, похоже, завершили. Это был вертолет и был крайний зал. И, наконец-то, не прошлось 8 часов. Как рабочий день на выставке. Мы все обошли. Самым замечательным павильоном был, естественно, с гибридными технологиями павильон. Там, где планера. Я сейчас туда возвращаюсь. Попробую провести оттуда стрим. А со всеми прощаюсь. До новых встреч, друзья. До новых позитивных роликов. Приятно было потусить с вами на выставке. Пишите, как вам понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова